Радость 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 что в этом участвуют сегодня, вчера и сегодня, люди разных национальностей, разных стран даже. Брат в Пакистанах, слава Богу, очень красиво у него, очень похоже на татарскую одежду, кто знает татарскую одежду, очень похоже. Я сам татарин по матери, подсу еврей, по матери татарин, вырос вот батюшкой. Я люблю молиться и по-татарски, и по-еврейски. И сегодня буду молиться по-русски, и благоставлять тоже буду по-русски, но также с еврейско-татарскими некоторыми акцентами. И тем более здесь, в Крыму, где переплелось много и еврейского, и татарского, и всякого-всякого. Много, знаете ли, полуостров такой интернациональный, будем так говорить. И благоставение такое тоже Божье интернациональное благоставение. Потому как Бог от одной крови произвел весь урой человеческий, для обитания по всему лицу земли. Вы поставите парню еще, да? Дорогие мои. И Бог, Он действительно автор великого чуда. Чудо, которое мы называем семья. Великое чудо. Я человек женатый, да, вот Настя наша первая девочка, да. У нас три мальчика, три девочки. У нас шестеро детей Бог нам дал родить. И первая у нас Анастасия. Анастасиус. Воскресенье. Воскресенье. Так что у нее каждую неделю у нее праздник. Да. И, значит, Михаил, зять мой, сын мой теперь уже, это Михаэль. Кто как Бог? И хотя в русском, мы вчера говорили в русском языке, в русском переводе это звучит больше как вопрос. В еврейском тексте, в оригинальном, там звучит это как восклицание, как утверждение. Знаете ли, и пусть Господь Бог благоставит сегодня всех нас. И не даром, когда в Библии говорится о Боге, о Создателе, о Нем говорится как о Едином Боге. И это символ веры миллионов и миллионов верующих людей. Знаете ли, мы говорим, да. И в оригинальном тексте говорится Эхад. Адона Эхад. Помните, да, те слова, которые спросили Иисуса, что есть самое главное в Библии, в законе, в пророках. Он сказал, начался с этого. Шма Исраэль. Он сказал. Адона Элогейнум. Адона Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. А дальше он сказал о том, что мы должны любить Его и любить окружающих. И что в этом все содержится. В этом вся Библия, в этом все заповеди, в этом все пророки. Можно всю Библию выразить в этих двух очень простых заповедях любить Бога и любить окружающих. Или одним словом, Библию можно так назвать. Любить. И Бога Самого, даже в Библии, мы называем просто, вот этим святым словом, любовь. И, дамы и господа, братья и сестры, и вот это же слово Эхад, единый. Адона Эхад, Господь единый. Это же слово используется и по отношению к семье. И двое будут одна плоть. И так же говорится Эхад. Представьте, это слово используется как по отношению к Всевышнему, так и по отношению к человеческой семье. И одного мудреца еврейского спросили как-то, что есть семья и для чего она. Он сказал, что семья создана для того, чтобы человек достигал совершенства. А еще, интересно, ведь Бог мог нас создать как ангелов, всех сразу. Знаете ли, большое такое, миллиардное, миллиардное, многомиллиардное население, и мы бы сразу заселили планету. И, в общем-то, если бы у Адама, или у Евы, или у них, у двоих была бы проблема, то это была бы проблема этой семьи. Но не наша проблема. Моя хата с краю, ничего не знаю. Я живу здесь в Крыму, вот, а там где-то, допустим, там в Иране. Значит, это его проблема. Он согрешил, он и расхлебывает. Я здесь ни при чем. И я был бы прав. И Адам понес бы на себе лишь, знаете ли, наказание определенное. Но, дамы и господа, создавая человеческий род, он создал нас по образу, подобию своему. Совсем другим, как говорится так, грубо говоря, макаром, что ли. Под другим совершая замыслом. Не как миры ангельские. Создал нас отцами и детьми. Дочки и матери, отцы и дети. Он создал, запустив механизм родительства. Это гениально. Это просто гениально. Бог запустил механизм времени. Бог запустил механизм рождения. Это, знаете ли, это шедевр. Я считаю, это величайший шедевр дворца нашего. Я понимаю, что эта картина однажды, она закроется, однажды времени не будет уже. И прекратится вот это чудо. Но я думаю, что мы всю вечность будем благодарить Бога за это чудо. За то, что Он создал нас именно такими. И когда мы младенцы, дети, подростки, мы по-младенчески, по-подростковому мы и мыслим, и поступаем. Когда мы взрослеем, мы уже думаем по-взрослому и поступаем по-взрослому. Стареем, постарчески. Интересно. Ну, я не буду собираясь об этом. Это очень хорошее учение, очень хорошая школа. Библейская школа о семье. Это потрясающее откровение о семье. Но, знаете ли, я благодарю Бога, что есть не только семья, ну, как вот союз мужа и жены, но есть семья по-настоящему библейская, где не только муж и жена, а где сам Бог. Сам Бог среди этих людей. И я прошу вас также сегодня, церковь Бога Живого, молитесь о том, чтобы и в этой семье действительно Бог был, он уже есть, но чтобы он был действительно связующим, крепким, среди них. И есть старый еврейский секрет. Ну, сегодня он уже не секрет, будем так говорить. То, что ты хочешь, чтобы тебе было в жизни, пожелай другому человеку. И делай другому человеку. Иисус эту мудрость древнюю еврейскую выразил вот этими словами. Как хотите, чтобы сами поступали люди, так и вы поступайте с ними же. Очень простое пожелание, очень простая мудрость. С поколем веков еврейский народ был как раз ознаменован вот этим вот, как раз этой мудростью. Но сегодня благоставляйте те, кто уже в браке, замужем, женаты. Благодарите Бога за семью. И пусть Бог благострит ваши семьи. Даже если вы в браке уже и достаточно времени. Вот мы с супругой 25 лет вместе. Не так давно отмечали 25-летие нашей совместной жизни. И отец Юрий, наверное, уже 50 больше, да? 55. 55 лет совместной жизни, представляете? Да, слава Богу. Я посоветую семья, 55 лет вместе. Представьте, вот это, вот, скажу так, есть на что равняться, скажу так проще. Есть на что равняться. И, конечно, желая мира, любви, радости, мы говорим не просто, пока смерть не разлучит нас. Мы говорим, что даже и смерть не разлучит нас. Почему? Потому что мы не верим в то, что это лишь кратковременная земная жизнь, это есть финал всего. Время закончится однажды, да. И мы знаем, что времени не будет вообще однажды. Это тоже Божий механизм, он однажды прекратится. Но будет вечность. Будет вечность, вечная святая любовь. И благодарю Бога за все. Благоставляю и, наверное, попрошу Миша и Настя поднимать вас на сцену. Ваши аплодисменты. Вот такая у нас импровизированная пупа, или алтарь, или как по-разному называют. Это знак как раз Божьего такого покрова. Шахины такой, шахины Божьей над семьей, над молодыми. И братья, держащие вот эту шахину, они собой как символизируют этих ангелов, что держат Божью, святую защиту над молодой семьей, рожденной в эти дни здесь. Для меня это было знаменательно. Ведь эти дни ознаменованы и государственным праздником, да? Днем семьи. Ознаменованы и Днем независимости Израиля. Моим днем рождения вчера. К слову. Для меня это самый большой подарок был. Вообще, у меня за все мои предыдущие дни рождения не было никакого драгоценного подарка. Вы знаете, и благоставляя молодых, я буду петь благоставение. Благоставение, которое Бог дал однажды Моисею, чтобы тот передал Аарону. И этим благоставением он говорил, благоставляйте сынов Израиля. И я, говорил Бог, благоставлю их. И я благоставлю их. И я прошу, давайте мы встанем на молитву. И отец Юрий тоже, пожалуйста, поднимитесь. Тем более, как и муж Божий, и человек, который 55 лет в браке, знаете ли, во всех отношениях, мудрый брат. И пастор Людмилу тоже прошу, если можно. Да, я немного волнуюсь. Хотя и вчера благоставляю, не волновался. И сегодня я, честно говоря... Нормально. Да. И приехать смог только я один. Супруга не смогла приехать, и дети другие. Но уже в записи посмотрят, и эти дни они тоже благоставляют. Вообще-то, планируют все по-другому. Но мы люди планируем одно, а Бог совсем по-другому. Мы планируем не на юге все, а на севере. На южном побережье Северного Ледовитого океана, в Мурманске. Знаете ли, там все планировалось. Это очень далеко отсюда. Но произошло все на северном побережье Черного моря. Вместо Северного Ледовитого океана. Но я очень рад, что получил все не так, как мы планировали. Потому что Виша там потрудился очень хорошо, как миссионер. И думали, что он продолжит там, как раз на севере. Но Бог с самого севера, с самого южного побережья Северного Ледовитого океана. Там эти города разные, с такими странными названиями. Значит, и с тундры самой, знаете ли, сюда, в этот, просто приехали, как рай какой-то попали вообще. Как будто в раю. Слушайте, я не знаю, вас Бог так сильно любит, слушайте. Это просто так. Многие даже не замечают, что они живут уже в раю уже. Это благословение, слушайте. И я очень рад, что мои детей Бог поместил в рай. Слава Богу. Господь, спасибо Тебе за все. Благодарю Тебя. И пою благословение Твое, которое Ты дал однажды. Пою на детей Твоим, Божиим Духом Святым. Как Ты заповедовал однажды Аарону и его сыновьям благословлять сынов Израиля. Боже, и прошу послушать сегодня молитву и мою. И Господь всех нас собравшихся здесь. Боже, всех святых в Церкви Бога Живого. Действительно, потому что Ты живой Бог по-настоящему. Ты не мертвый, Ты живой Бог. Это были живые чудеса. Боже, всемогущим. Благодарю Тебя за Михаила, за Анастасию. Благодарю Тебя за то, что Ты был в судьбе. Совершенно-таки не с Божиим. И призываю Твою милость, Бог Авраама и Исаака Израиля. Благослови Бог патриархов и пророков. Наш Небесный Отец, Ава, Отче, во имя Сына Своего Иисуса Христа, Духом Твоим Святым. Благослови. 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 Раз и вместе, Господь, мы благодарим Até тебя, Господь, за эту возможность, Господь, жить, Господь, в этом городе, Господь. Действительно трудиться здесь, Божий. И, пожалуйста, Господь, открываем Твои пути, Господь. Мы прив bail votreatically нато, голова, Господь, наши колени, Господь, и отдаем в Твои руки наше сердца, души, Господь, и наше разум, Господь. Пускай мы будем действительно безумны Христа ради, Господь, говорит Писание Божие. Пускай мы, в первую очередь, всегда будем ставить, Господь, Твое небесное, Господь, а не суетное человеческое Отец. Мы просим Тебя, Отец, наполни нас доброем, Боже, потому что все в нас Твое, Господь. Мы принадлежим Тебе, Господь, и мы просим Тебя, чтобы Ты использовал нас на кому угодно Тебе и никак иначе, Господь. Ты, Господь, пожалуйста, оберегай нас, Господь, от всяких стрел лукавок, Господь, которые летят, Господь, изо дня в день, Боже. Мы просим Тебя, Господь, действительно, Господь, даруй мудрости, Господь, правильно созидать семью, Господь. Даруй, Господь, действительно, мудрости, будь, Господь, хорошим, Господь, любящим, мужем, Господь. Аллилуйя, Господь, помоги возрастать в каждом дне, Господь, чтобы быть действительно защитником, Господь, священником, самое главное, Господь, в доме Божьем. Благослови Анастасию, Господь, действительно быть женой, Господь, покорный, Господь, действительно поддержки, Господь, в семье Божьей, устранить с ней домашнего очага, мой Бог. Я благодарю Тебя, Боже, благодарю Тебя, Господь, за Господь, действительно, такую чудесную жену Божьей, Господь, благословляю Тебя, Боже, и прошу Тебя, Дух Святой, приди и наполни здесь, Господь, всю и вся, Господь. Напомним каждого брата, каждую сестру, Господь. Благослови всех тех, кто сейчас строит отношения, Господь. Кто Господь действительно может быть, Господь. Где Господь поможет, Господь. Кто-то еще думает о том, чтобы сделать предложение отец. Пускай во всем будет твой Божий порядок, Господь. Пускай Господь все будет, Господь, действительно, так, как хочешь, а был ты, Господь. И никак иначе, Господь. Благослови, Господь, и будь благословен. Молились тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Аплодисменты. 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 готовы пожертвовать жизнью друг за друга. Будьте готовы. О Господь, благодарим Тебя, Боже, за эту новую семью. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам сейчас возможность благословлять Тебя, как единого Бога, и благословлять ту семью, которую Ты благословляешь. Благодарим Тебя, Боже, благодарим Исламе Тебю. Пусть дни будут неисчастливы, Господь. Пусть служение им будет первостепенным в их жизни. Первостепенное значение да пребудет в их жизни. Ты, имя Твое, и служение их перед Тобой. Благодарим Тебя, Боже, Благодарим Тебя, Боже, Твоим Иисусом Христом. Аминь. 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 Призывая всемогущего Бога, благословляю Бога всемогущего сейчас, благодарю за Михаила, и Анастасию. Благодарю Бога за всех собравшихся, за действительно церковь живого, святого Бога Великого. И пою благословения на всех вас, дорогие друзья. И в первую очередь на новую семью, которая в эти дни родилась здесь. И благодарю Бога за чудо отец. отец. Анастасия, Анастасия, Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призовит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За Сына Твоего, за Кровь Святую Твою, за Духа Святого Твоего, который ты подарил любящим тебя, тебя боящихся, благословил. Боже всемогущий, благодарю тебя за это собрание, за это служение, за Церковь Твою, Бог живой, которая есть в долг утверждения истины. Боже всемогущий, Святой Израилев, благослови, обрати свое светлое лицо сегодня и на семью молодую, и на всех насобравшихся, на семьи уже рожденные, на семьи рождающиеся. Бог Святой благослови, да будет народ твой счастлив, плодовит, здоров, силен, да радуются святые твои и торжествуют во славе Твоей, во имя Сына Твоего, во имя Твоей любви, во имя Крови Святой. Аминь. Мы хотели бы сейчас подать вам причастие, это чаша. Господь сказал, что есть чаша, но вы заветные. Божье Слово говорит, что однажды в тот день, в ту ночь, когда Господь был взят, Господь взял хлеб, преломил его и сказал, примите и идите, ибо сие из тела мое за вас ломили, все творите мое воспоминание, так же чашу после вечери. И сказал, эта чаша, новый завет, мое кроме. Все творите, как только будете пить мое воспоминание. Ибо когда едите хлеб сей и пьете чашу сей, смерть Господню возвещает, доколе он придет. Божья любовь, Божья кровь, его тело, нас всех объединяет, милует, прощает, дает нам силу, мудрость, крепость. И пусть этот хлеб, который вы разделите между собой, объединяет вас в любви. Потому что со дня, когда вы пристали пред Господом, для врачных отношений Господь сотворил вас как одно целое. Пусть Господь благословит вас в этом, во имя Иисуса Христа. Примите. Спасибо, Господь. Благодарим Тебя за тело Твое, ломимое, Божий Святый. И в ранах Твоих мы имеем исцеление. Благодарим Тебя, Господь, Божий Святый. Спасибо. Также примите, разделите между собой эту чашу. Примите верой, как в роль Господня, пролитую на кресте, за вас, за вашу семью, за будущих ваших детей. Божья благодать, Божья любовь в этом. Приняйте, пожалуйста. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, благословляемых во имя Твоего, Божьего. Да будут едины, как Ты едины. А Тебя, Сын Его, Святой. Аминь. Это вам. Аминь. У вас всегда видит личность Великого Бога. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok